Привет всем зрителям и подписчикам канала. Кстати, недавно пришло много новых подписчиков. Я рад приветствовать вас в нашем уютном сообществе любителей денег. Я посетил Дубай, город, где очень много денег, солнца, песка и моря. В конце выпуска у нас будет специальный подарок. Мы разыграем вот такие вот монеты, которые я лично привез из Дубая. А сам выпуск я буду вести с гостем, который прожил в Дубае более трех лет. Мы пообщаемся о монетах Арабских Эмиратов. И как нашему человеку переехать в Дубай и найти работу даже с плохим английским. Вообще, Дубай это город будущего. В этом я убедился лично. Город, в котором сейчас реализуются самые невероятные проекты, огромный экономический рост, самое высокое здание в мире, самый большой торговый центр в мире. И планируют построить самый быстрый транспорт. Знакомьтесь, Иван Будько, эксперт по поиску работы в Дубае. Он ответит на мои вопросы про монеты и о том, как можно переехать туда жить и устроиться на любимую работу. Привет, Иван. Привет. Почему Дубай? На то есть несколько причин. Первое, это низкие требования к английскому языку. Я там даже когда находился, я до сих пор английский хорошо не знаю. И те, которые люди переезжают, далеко не всегда выучивают английский язык. И так как там 93% переезжих, то для всех практически английский является вторым языком. Поэтому в отличие от США или каких-то других стран, можно с неидеальным английским действительно найти любимую работу. Это раз. Второе, там есть возможность найти работу нашим специалистам, то есть не только официантам, барменам и хостес, как многие думают. Инженеры, ювелиры, юристы, бухгалтера, маркетологи и другие специалисты. То есть тоже можно реализовать себя на международном уровне и получить международный опыт. Следующее, это стабильность, море, самая высокая безопасность в мире и близко к дому. В принципе, можно там поработать. Если вдруг захочется вернуться, прям ностальгия будет, можно взять и вернуться. Это пляж за 5 дирхам, на котором можно прилететь на вертолете. То есть в любой непонятной ситуации, если вам нужно съездить быстренько на пляж, не хотите стоять в пробках, вертолет в вашем распоряжении, и вот такая маленькая. На самом деле, я думал, для вертолетной площадки нужно больше места. Нет, пальмочки, немного асфальта, ну, заградительные полоса, чтобы туристы не бросались под твой вертолет. Когда он приземляется. И в целом, все, пожалуйста. Давай перейдем к денежной теме. Это деньги Арабских Эмиратов. Расскажи о них. До середины 20 века у них не было своих денег, и там ходило три разные валюты, включая индийскую рупию, матери Терезии какая-то валюта, и британская еще империя, тоже определенная валюта была. Но потом им стало этого не хватать, потому что Индия начала воевать с Пакистаном, Китаем в 60-х годах. И рупия начала падать. И они решили использовать какую-то другую валюту, какие-то другие банкноты. Попытались использовать катарские деньги, у Бахрейна попытались взять, и у Саудовской Аравии. Но, а потом уже, когда в 1971 году они объединились, Арабские Эмираты, до этого это были просто как штаты США, да, вот объединенные штаты, а это объединенные Арабские Эмираты. Они объединились и в 73-м году выпустили свой денежный номинал, да, это арабский дирхам ОАЭ. Из чего они сделаны вообще? Про сами банкноты мне трудно сказать, но вот один дирхам, он сделан из стали и покрыт никелевым сплавом. Не из золота. Не из золота, к сожалению. Хотя в среднем, кстати, на одного жителя Дубая приходится в год покупка 38 грамм золота, поэтому... А там можно рассчитываться долларами в Дубае? В определенных местах можно рассчитываться долларами, но в большинстве случаев это будет очень невыгодный курс, поэтому лучше либо в аэропорту, либо только по приезду сразу обменять доллары на дирхамы, и тогда будет гораздо выгоднее. Я, кстати, когда прилетал, был такой интересный момент, что мы поменяли валюту на дирхамы, и не все потратили, и когда возвращались обратно, нам сказали, оставьте, сохраните чек, нам поменяли по тому же курсу, когда к какому мы брали. То есть это достаток. Вот такое везде проходит? Да, это в Дубае принято, это абсолютно нормальная практика, поэтому они стараются сделать так, чтобы туристу было приятно приезжать еще и еще. Вот мы гуляем по территории этого пляжа, действительно очень огромная территория, хоть он и платный, но действительно люди стараются, вкладывают и однозначно то количество людей, которые здесь работают, не факт, что оно окупается теми людьми, которые сейчас... Это 7 дирхамы. Да, 5 дирхамы. Теми людьми, которые в данный момент. Ну, хотя, возможно, сейчас даже сезон, почему, непонятно, где все люди. Как выглядит, собственно, пляж. Вот тут какая-то тарзанка, мы сейчас на нее зайдем. Вот там людей пока не видно, реально. Вот так, беговые дорожки. Тут есть карта там, пляжи с разными названиями. Такие пальмы, такие вверх. Вот это штука, здесь можно съезжать. Какая-то кисуля бежит за нами. Про деньги. Что изображено на деньгах там? На монетах, на бумажных? Про конкретно купюры, банкноты не смогу сказать, но могу немного рассказать про сами монеты. Аверси монеты 1 дирхам расположен кофейник Далла, очень популярный в Персидском заливе. Приготовление в этом кофейнике кофе это очень сложный и важный с культурной точки зрения ритуал. Под кофейником можно увидеть год чеканки по григорианскому и исламскому календарях. На реверсе написан номинал монеты индоарабской цифрой и надпись United Arab Emirates и название ОЭ по-арабски. Вес 6,1 грамм, диаметр 24 миллиметра. Теперь про банкноты расскажи мне. Давай расскажу про 100 дирхам. Он как раз, эта банкнота, она посвящена Эмирату Дубая. Скажи, а 100 дирхам, сколько это в гривне и в долларе? В долларе это приблизительно 30 долларов, около того, по-моему. На самом деле, очень интересная особенность Дубая есть. В Дубае никто не пользуется долларами, в плане автоматически не переводит, как у нас, вот сколько гривен, значит, мы плюс-минус сразу знаем, сколько это в долларах. Там стабильная валюта, более 20 лет курс у нее не менялся, он жестко привязан к доллару и равняется 3,65-3,67. На лицевой стороне банкноты расположен форт Альфа-Хиди, а на тыльной стороне здание Всемирного Дубайского торгового центра. Иван, расскажи, пожалуйста, что-то о деньгах Дубая. Что тут интересно? Есть факты какие-то? Фактов достаточно много, но именно что касается денег, интересный факт, что Дубай ведет статистику переезжающих долларовых миллионеров к ним. И каждый год это число растет. Там в 2015 было 3000 долларовых миллионеров к ним переехало, в 2016 3,5, а в 2017, может быть, я года могу спутать на один плюс-минус, но помню уже 5000 долларовых миллионеров переехало на постоянное место жительства в Дубае. А сколько всего там долларовых миллионеров? На 5 миллионов жителей приходится 59 тысяч долларовых миллионеров. Тогда у меня такой вопрос про слитки. Правда, что там можно купить золотые слитки? Я вот не видел таких магазинчиков в метро, например, которые продают золотые слитки. Ты встречал? Да, я встречал. Они не такие популярные, как многие могут подумать. Они встречаются на туристических рынках, и я точно там видел. Я сейчас как раз покажу вот вставочку, там, где я был на туристическом рынке, и там как раз вот были магазины. Красиво. Мощное золото. Есть у тебя свои слитки? Нет, свои я как-то вот не купил, но зато есть другие деньги. Хорошо. Когда сезон поездок в Дубай? Начинается, я бы рекомендовал ехать туда с середины октября и до мая. На Новый год там, конечно, прохладно. Кто живет, там уже не купается. Я сначала не понимал этого, а потом понял, что да, действительно, после такой жары, когда ты живешь в жале, уже зимой прохладно. Но наши русскоязычные туристы купаются легко и зимой. Вот я коллекционирую памятные юбилейные монеты Украины, да? А вообще в Дубае есть такие юбилейные монеты? Да, они тоже их выпускают. За все время, с 73 года, было выпущено около 60 таких разных юбилейных монет, включая там запуск нефтяной вышки какой-нибудь и так далее. И по стоимости, сколько стоит такая монета? На eBay они могут стоить от 2 до 10 долларов. Интересный факт, то что обычно Центробанк ОАЭ не говорит, сколько он выпустил. Я только хотел спросить, какой тираж? Да, тираж он не говорит, это вот интересный факт. Но в среднем это где-то 250 тысяч таких монет. Так выглядит само метро. Смотрите, оно закрытого типа. Когда приезжает, то, собственно, открывается. Прохладно, кстати, здесь. Кондиционеры работают, футболки прямо чувствуются. Дубайский пляж. Огромное количество здесь, конечно, людей. Как видите, ну да, людей не так много. Но вот это все построено специально. Предзавозился песок, камни. Все выстраивалось необходимо для отдыха, для туристов. Естественно, и тут разные пески привозились. И белый песок бывает, и такой вот. Друзья, если вы загорелись этой темой, переехать в Дубай, и вам интересно переехать в богатый, красивый, классный город, вот интересно более подробно узнать. Иван, расскажи, где узнать подробности? Подробности я рекомендую прочитать мою же книгу, как бы это ни звучало смешно, «Работа в Дубае». Ее можно по ссылочке в описании, думаю, мы оставим. Купить дешево, и при этом здесь вся информация есть, которая уже помогла людям, именно профессионалам, найти работу в Дубае, именно любимую работу, с неидеальным английским языком. Кликайте, читайте, там даже 20% бесплатно можно прочитать. Ну и насколько вам она понравится, сами уже решите. Друзья, и подарок. Для того, чтобы принять участие в конкурсе на вот эти монеты замечательные, напишите любой вопрос по переезду, можно в Дубай, можно в любую страну, для Ивана, и тот вопрос, который ему будет интересен, понравится, получит такой вот приз. Также заходите к Ивану на канал, и подписывайтесь, если тема вам действительно интересна. Все, всем счастливо, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok